Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Войса не будет. Аризона приняла ислам. Ладно, давайте вот если серьезно, то данная новость достаточно интересная, на которую я бы с удовольствием хотел подискутировать. Но перед всем этим, что бы я вам хотел сказать? Аризона, роли плей, феникс, айпи, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить себе на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов. Все это находится в описании данного видеоролика. Так вот, возвращаемся обратно к Аризоне. Войс будет, Аризона приняла христианство обратно. Ладно, шучу, это такой, знаете ли, маленький, не то чтобы каламбур, хотя просто шутки такие, знаете, немного интересные такие шуточки. Неважно. Так вот, о чем бы я сегодня с вами хотел поговорить? Сегодня я бы с вами хотел поговорить о том, что на Аризону не так давно, опять-таки, по постику из всеми известного желтого журнала, желтой такой, знаете ли, самповской газетенки, не буду назвать ее название, в общем-то, там вышел пост, в котором было написано примерно что-то следующее. Дело в том, что, давайте начнем вообще немного не оттуда. Дело в том, что на Аризона ролеплей в лаунчере, насколько я знаю, уже появился голосовой чат, и там уже можно разговаривать голосом, то ли там появилось только окно вот с этими самыми, знаете ли, настройками голосового чата, где там есть иконка, где там уже можно добавить кого-то в черный список, при том, что войса еще нет. Я точно не знаю, я этот лаунчер еще не тестировал, вследствие того, что времени у меня мало, даже ролики многие задерживаются, сами понимаете, выходят не в 8.00, а в какие-нибудь там 21.00, 22.00, поэтому времени потестировать в войс-чат у меня как-то, ну, знаете ли, пока что месси нет. Однако, ну, в принципе, а почему бы и нет, да, то есть о новости поговорить я, в принципе, буду, должен поговорить, вот. Не так давно, опять-таки, всем известный или кому-то, возможно, нет, Никита Кайпен, который, там, знаете ли, был связан, насколько я знаю, в ситуации с Вертейчем, могу ошибаться, ну, вроде это он, заявил о том, что на Номальск ролеплей, к сожалению, не выйдет голосовой чат в скором времени. Связано это с тем, что Аризона Геймс выкупила эксклюзивные права на голосовой чат для своего лаунчера. И давайте все немного разберем более детально, более поподробнее и многое-многое другое. Вообще, то есть, насколько я понял, на протяжении долгого количества времени Номальск ролеплей и человек, который разрабатывает голосовой чат для вот этих вот всех лаунчеров, клиентов, там, на базе КРМП или на базе САМП, да, вообще, какая разница, там, в КРМП голосовой чат или в САМПе, думаю, разницы особой такой не имеет. В общем-то, они сотрудничали с ним достаточно долго, типа, говорили, вот, сейчас я уже скоро напишу голосовой чат, скоро я вам его продам и так далее, вот. Но в самый последний момент, когда голосовой чат был уже дописан, вот как лично трактуется данная новость в данной желтой газетенке, когда голосовой чат был уже успешным образом дописан, и как бы вот этому вот самому разработчику, насколько я знаю, его звали Данил, кстати, охуительное имя Даниил тут написали, но как лично мы все знаем, то есть, человека могут звать Данил, могут звать Данила, могут звать Даниила, а его почему-то все равно все будут называть Даниил. Почему, непонятно, потому что это вроде как разные имена, и мы требуем к себе уважения, как Данилы, да, или Даниилы, или... Это неважно. Так вот, значит, в чем дело-то? В общем, когда начали связываться с человеком, который обещал сделать голосовой чат для проектов, в числе которых был на Мальск ролеплей, они от Данил услышали следующую фразу, что Arizona AirPen выкупила эксклюзивные права на голосовой чат для своего лаунчера, для своего клиента, и теперь, то есть, ну, к сожалению, ну, все происходит именно вот так. Вот как рассказывает эта желтая газетенка, и, видимо, за немаленькую сумму. Опять же, не знаю, откуда такая информация у них, вот, поэтому, ну, забавненько, как минимум, да, то есть, откуда у них такая информация, что там, знаете ли, за немаленькую сумму было все это куплено, но это чистое, наверное, предположение вот этой самой газетенки. Им же похуй на то, что как бы новости, они должны подаваться с нейтральной точки зрения, похуй на то, что новости, они как бы должны быть для всех равны, а не для кого-то, там, они вот такие, а для кого-то вот такие, То ли купили там за дохуища денег миллиардов, то ли не купили, вот И знаете, что меня больше всего удивило? Казалось бы, то есть, ну, купили и купили, все ж нормально, все ж хорошо Типа, не украли же, да, как там абсолют кого-то начал обвинять во всем этом Ничего ж подобного там не сделали, купили нормально, как нормальные люди голосовой чат Чтобы у них был охуительный голосовой чат для своего проекта Молодцы, красавцы, уважуха Но, когда люди просто ополчились и такие, типа, резоном, блять, вы че, хуесосы, блять, вы пидорасы Теперь у нас на наших проектах, блять, не будет голосовых чатов Из-за того, что вы там решили, блять, выкупить для себя эксклюзивного Вам че ебать жалко, вам че ебать то-то, сё-то Лично я приверженец таких, знаете ли, открытых технологий Когда все, знаете ли, так открыто, когда все находится в общем доступе И все это, в принципе, ну, типа, принадлежит всем людям И все могут это как-то в равных долях использовать Вот, но если Аризона решила так сделать То мы че, должны, блять, ее обвинять в этом Или что, ну, они захотели эксклюзивно голосовой чат лично для себя Лично от этого человека, лично, чтобы все было охуительно Да и в чем проблема для каких-нибудь скриптеров серверов Написать, блять, свой голосовой чат Ебать, писать целые моды, блять Моды на проекты, нахуй, это ж не просто, там, блять Hello World Text Type, там, блять В скобочках BR, там, For Font Size, нахуй Я не знаю, Compilation F9 Это ж не просто вот это какая-то хуйня, да Это, блять, сложно Там, блять, одну какую-нибудь, ёпта, черточку, палочку Палочку, блять, не туда введешь Тебя пиздец полный Тут какой-то голосовой чат саны в ебаный, блять Не могут сделать, разработать В чем проблема, я не понимаю вот это вот Почему кого-то отдельно надо все это заказывать Возможно, я конченый долбоеб Конченая быдла, которая нихуя не понимает В программировании, во всем прочем Но что, в чем проблема-то, блять Писать огромнейшие моды, блять Для GTA Sample Вот эти вот рулиплейные все моды Которые должны нормально работать На базе игры 2004 года Ну ладно, мультиплеер 2006 года Как бы И, ну, блять, знаешь, пиздец Вы че, нахуй, серьезно? В чем проблема-то, я не понимаю Но, вроде как, ополчились только Вот эти вот самые игроки Типа, вот этих вот проектов Другие, вроде, типа, отнеслись Вроде как нормально Разумеется, досадность какая-то Со всего этого есть Но, тем не менее Типа, ну, это бизнес Это жесткий капитализм Это вообще-то, в принципе, это капитализм, блять Анархокапитализм, можно, блять, сказать Ёбаный, блять, капитализм А вот при социализме Ну, ладно Это тема для отдельного видеоролика Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Надеюсь, что я рассказал больше, чем вы хотели услышать Потому что, ну, вы знаете Я всегда рассказываю больше, чем вы хотите услышать Перед тем, как заходите на данный видеоролик Или вообще на любой мой видеоролик Кроме самп-обзоров Там все по полочкам, без воды И все очень-при-очень четко Кстати, новый самп-обзор, наверное, скорее всего Не знаю, вполне возможно Выйдет 23 февраля В 20.00 Но, опять же, неизвестно Будет это или не будет Поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока Продолжение следует...